вас не томить и сразу перейти к итоговой модели. Синтекс я перенес в экселевский файл. Экселевский файл вы можете найти на моем сайте. В экселевском файле на листе bootstrap mbtru 0,05, половина выборочной совокупности 107. Вот именно на этом листе находится синтекс. И вот итоговая модель, ее характеристики. В этой итоговой модели присутствует 21 предиктор и константа. Среди предикторов есть те, которые сдвигают баланс между единичным значением зависимой переменной и нулевым значением зависимой переменной. То есть членство в профсоюзе есть и нет членства в профсоюзе. Так вот, те предикторы, которые положительные, сдвигают в пользу единичного значения. Те, которые отрицательные, сдвигают в пользу нулевого значения. Исходный баланс задается константой. И этот констант, опять же, в пользу нулевого значения. То есть для контрольной группы скорее выше вероятность отсутствия членства в профсоюзе или аналогичной организации. Позже мы эти вероятности оценим, а пока что рассмотрим характеристики людей, представляющих контрольную группу. Это европейцы с нулевыми значениями 21 участвующего в модели предиктора. Или же единичными значениями фиктивных переменных из полных наборов, не вошедших в итоговую модель. Например, у нас в полном наборе, посвященном типу населенного пункта проживания, 5 фиктивных переменных. В итоговой модели у нас 3 из них присутствуют. Следовательно, контрольную группу характеризуют те фиктивные переменные, их единичные значения, которые не попали в итоговую модель. А именно, домисел 2, домисел 5. Содержатель – это пригород мегаполиса и ферма. То есть представители контрольной группы живут либо там, либо там. То же самое можно сказать о вот этих фиктивных переменных, представляющих группу тип трудового договора. У нас 3 типа, а присутствуют в итоговой модели 2 типа. Вот третий, который здесь отсутствует, он характеризует контрольную группу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!